Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Арилина Сарасян, я руководитель школы международной информационной безопасности и научный сотрудник Института актуальных проблем Дипломатической академии МИД России. И сегодня мы находимся в гостях в координационном центре доменов.ру у директора КЦ Андрея Александровича Воробьева. Добрый день, спасибо за то, что предложили выступить и рассказать немножко о тех вопросах, связанных с управлением интернетом, которые, конечно, напрямую касаются темы международной информационной безопасности. Сегодня тема управления интернетом становится все более и более актуальной, и в связи с этим мы запустили инициативу совместного проведения форума по управлению интернетом с Молодежным советом координационного центра. И хотели бы у первоисточника, у вас, узнать очень важную информацию по аспектам управления интернета. И первый вопрос к вам. Как вы думаете, что такое управление интернетом и почему это так важно на сегодняшний день? Ну, начну с того, что, во-первых, это процесс. И как такового международного законодательства в области управления интернетом вообще нет. И его, в общем-то, сегодня, мы уже понимаем, катастрофически не хватает. У меня не просто так передо мной книга по управлению интернетом очень известного доктора в этой области, Йована Курбалия, коллега, который, кстати говоря, говорит по-русски. Он серг по национальности. И это уже очередное издание книги, которое мы выпустили к юбилейному нашему национальному форуму по управлению интернетом. Он проходил в 2020 году. Нет, в 2019 у нас юбилейный 10-й форум. На самом деле, это уже второе издание на русском языке, а вообще их очень много. Вот первое издание, которое было выпущено в 2010 году, оно было очень-очень маленькое. Но что первое издание на русском языке, что сейчас вот это издание на русском языке, оно с самого начала, там на 10-й странице, есть введение в тематику, в проблематику управления интернетом. Она говорит, что к этой теме нет классического цифрового подхода, где 0 единица, правда, ложь. К сожалению, или может быть к счастью, особенно для тех молодых специалистов, которые сейчас не приступают к теме, к изучению проблематики управления интернетом. А звучит это, кстати, в международном пространстве, как интернет-говенанс. Как раз вот эти трудности, тонкости перевода очень хорошо позволяют нам понять, что почему, мы говорим, что не подходит цифровой подход, а должен быть аналоговый подход. Аналоговый подход позволяет увидеть весь спектр проблематики. И, собственно говоря, сегодня мы говорим о том, что governance – это разработка общих принципов, общих рекомендаций, общих подходов, которые все сообщества, которые вовлечены в этот процесс, они принимают на себя как некие руководящие принципы. Управление по-русски, оно, конечно, подразумевает некое такое регуляторное воздействие сверху. И этим объясняется разность подходов. Ну, если, например, в Соединенных Штатах Америки, где интернет зародился сначала как военный проект, потом как академический, а потом уже стал как бизнес-проект, к управлению интернетом относятся, ну, скажем так, государство меньше уделяет этому внимания, больше это задача корпораций. И, соответственно, сегодня мы уже вынуждены обсуждать, а почему трансграничные корпорации своими пользовательскими соглашениями, по сути, диктуют нам условия работы в интернете и использования этих сервисов. Европейский подход говорит о том, что во главе интересы граждан, защита их персональных данных и так далее, и так далее, но это российский что-то среднее. Но всегда настаивают и наши специалисты на том, что роль государства должна быть больше, чем это сегодня в организациях, ответственных за управление интернетом. Потому что сегодня, если мы возьмем и технические организации, такие как ICANN, которые занимаются, например, распределением доменных имен верхнего уровня, блоков IP, адресов и так далее, она рассматривает государство как одного из участников многих других. Гражданское общество, бизнес-сообщество, техническое сообщество, наконец, академики, наука. И государство, оно такое же равное. Наши говорят о том, что государство должно, с учетом того, что пандемия показала интернет, играет все большую и большую роль во всех сферах жизнедеятельности, и в том числе влияет на те же финансовые правонарушения. Мы видим, что пандемия обострила проблему фишинга, когда преступники выманивают данные, захватывают эти данные о карточках банковских, и, соответственно, происходит списание денежных средств мошенниками. Конечно, побороть это уже вот такими нормами, которые не являются юридически обязывающими всех участников процесса, невозможно. И, наверное, пришло время говорить о том, что от саморегулирования пора переходить к настоящему регулированию, которое существует там в подобных средах, ну, о чем я говорю, космическое право, воздушное право, морское право. Это там, где тоже нет четких государственных границ. Интернет – трансграничная среда, но управляться и вот эти общие принципы, они должны все-таки регулироваться международными нормами. Вы поверхностно затронули тему проблем, которые существуют в нынешнем управлении интернета. Не могли бы вы более подробно обозначить, какие проблемы сейчас есть, и есть ли перспективы их урегулирования? Ну, даже подходы к международной информационной безопасности, они разные. Сегодня нет практически международных норм, они стали появляться. Недавно, собственно, в Организации Объединенных Наций были приняты две конвенции на этот счет. Авторами одной из них были наши российские разработчики, другой американские. И возникла некая коллизия по поводу разных норм, и сейчас работает этот согласительный механизм Организации Объединенных Наций, который должен на самом деле привести в соответствие, чтобы два документа работали и друг другу не противоречили. Это достаточно сложная дипломатическая задача, и как раз подключение дипломатов очень важно. Но, с другой стороны, эти документы разрабатывались годами, интернет развивается слишком стремительно, и такое медленное реагирование со стороны регуляторов, оно просто недопустимо, потому что слишком быстро развивающаяся среда, юристы, правоведы, по сути, не поспевают за развитием технологий. И вот это одна из главнейших проблем, которую можно решить. Решить ее можно только если мы будем объединять усилия тех, кто знает, как с технической точки зрения работает интернет, тех, кто знает, как это юридически грамотно описать. То есть мы говорим уже технари, юристы, но если мы говорим о международных документах, здесь нужны дипломаты. Дипломаты и, кстати говоря, переводчики. Не просто так мы уже не первый год дружим с Московским государственным лингвистическим университетом, проводим совместные мероприятия, и надеемся, что часть ребят, которые получают профессию дипломатов-переводчиков, они как раз обратят внимание на международные организации в области стандартизации и управления интернетом, интернет-технологиями. Мы опять очень плавно переходим к следующему вопросу. Вы очень экспертно затрагиваете все аспекты. И, соответственно, следующий вопрос по поводу участия Координационного центра и Российской Федерации в инициативах в сфере управления интернетом. Исторически сложилось, что регистратура национальных доменов, поскольку это одни из старейших таких акторов на этом поле, они принимали на себя роль организаторов национальных мероприятий в области интернет-гаванинс. В частности, Координационный центр выступил как раз в 2010 году, а это был год необычный для России. В 2010 году Россия получила второй национальный домен, кириллический домен РФ, и как раз под это событие был организован первый национальный форум. Естественно, при поддержке профильного министерства, министерства связи. На тот момент возглавлял его Игорь Олегович Щеголев, который, между прочим, выпускником ГЛУ, о котором я говорил, профессиональный дипломат, который как раз очень хорошо понимал, кто и как должен как раз заниматься вопросами управления интернетом. И приезжал руководитель ICANN, Род Бэкстром, в тот момент возглавлял эту организацию. И вот состоялась очень интересная уже тогда дискуссия, куда же мы движемся. На тот момент казалось, что вот все эти разговоры о том, что где-то кто-то может воздействовать злонамеренно на какой-то национальный сегмент интернет, это из области теории. Но прошло меньше, чем 10 лет, и все стало понятно, что да, могут. И не только в области интернета, делают технические закладки крупные производители техники, оборудования, транспорта, которые могут быть использованы во время гибридной войны, и, соответственно, привести к техногенным катастрофам на стороне недружественной страны и так далее. Поэтому все это требует регулирования, но это нужно еще и описать. И для этого нужны специалисты. Поэтому одна из задач как раз молодежного совета нашего центра, это привлечь внимание к этой проблематике. Потому что молодежь сегодня, это уже, мы говорим, поколение цифровое. Они уже выросли с гаджетами в руках, и для них это что-то очень повседневное. Вот я еще помню, как выпускаясь в конце 90-х годов, в 99-м я выпустился из первого вуза, у нас только-только появлялись мобильные телефоны, и чтобы отправить сообщения по электронной почте, что нужно было идти в интернет-кафе, то есть не у каждого даже был доступ к интернету дома. Не говоря уж о том, чтобы мобильный интернет появился. Потом, видите, как все поменялось, и сегодня уже совершенно другой ландшафт проникновения технологий в нашу жизнь. И люди считают, что вот он есть повсеместно, о чем здесь, что здесь регулировать. А вопросы-то возникают, и все более и более острые, и действительно, и угрозы возникают. И как раз вот вовлечение молодежи в эти процессы, это одна из задач нас на нашем национальном уровне. Собственно, почему еще это важно? Потому что, когда мы говорим, что те законы, те нормы, те правила, которые принимаются международными организациями, очень часто принимаются под, ну скажем так, не то чтобы давлением, а при активной разработке со стороны англосаксонского сообщества. И это понятно, потому что исторический интернет родом из Соединенных Штатов, например. Например, английский язык, на котором пишется большинство документов, он превалирует, и они в своей языковой среде, конечно, с ними им проще работать. Наших специалистов очень часто сдерживают отсутствие на таком хорошем качественном уровне языка. Ну, то есть, не готовы выступать в юридических дискуссиях, да, поэтому не хватает специалистов в этом направлении. А раз так, то, соответственно, некому продвигать эти подходы. Они, может быть, и правильные, да, но мы не всегда громко об этом заявляем. Наш голос недостаточно слышен, потому что, собственно говоря, нет вот этого хора многоголосия, чтобы приезжали на международные конференции разные представители, и от государства, от МИДа, например, от профильного министерства, парламентский сектор, да, если мы говорим, например, комитет профильный наш по связям, информационным технологиям, тоже сейчас на глобальном форме по управлению интернетом парламентариям уделяется большое внимание. А не так много наших парламентариев настолько погружены в проблематику вот этого глобального процесса по управлению интернетом, чтобы приезжать и отстаивать российские интересы. Но меняется ситуация. Вот надо сказать, что в 2019 году, когда проходил форум в Берлине, нашу делегацию, именно парламент нашей страны представлял глава профильного комитета Леонид Левин, и он не только приехал и выступил там среди других парламентариев, он еще и сказал, что пора пересмотреть мандат форума. Что форум, который появился в 2005 году, это был результат тунисского саммита, когда ООН впервые обратила внимание на эту проблематику, до этого только технические организации регулировали отношения возникающие в интернете, а тут уже как бы он сказал, что все больше и больше интернет проникает в нашу жизнь, и надо как-то найти площадку, где мы организуем диалог и будем обсуждать самые насущные проблемы. Вот в 2019 году было сказано, что от диалога пора переходить к каким-то практическим вещам, к каким-то хотя бы, чтобы были итоги зафиксированы этого обсуждения, чтобы эти итоги ложились в основу разработки документов. То есть повышение значимости вот этой площадки наши парламентарии предложили, их поддержали коллеги европейские, что очень отрадно. Еще один момент, это вот, например, 2018 год, когда Макрон, выступая президент Франции, выступая на открытии IGF 2018, сказал, он был в Париже тогда, сказал, что у государства появилась новая важная задача, это ответственный подход к вопросам управления интернетом, потому что можно урегулировать так технологии, что по сути интернет перестанет существовать как глобальная единая сеть, связанная сеть сетей. Важно вот это базовое технологическое ядро, чтобы оно не было подвержено угрозе исчезновения под многими-многими запретами, которые парламентарии, правительства многих стран сейчас пытаются создать. Вот этот баланс интересов общества, государства, бизнеса, свободы слова и, наоборот, ограничения терроризма, экстремизма и так далее, очень тонкая и хрупкая вещь. И как раз задача тех, кто занимается интернет-гованус, в переводе на русский управлением интернета, найти этот баланс и его сохранять. Спасибо большое, что так предметно и лаконично ответили на такие комплексные вопросы. Особо хотела подчеркнуть, что для меня очень важно, что вы подчеркиваете необходимость вовлечения молодежи в вопросы управления интернетом. И я надеюсь, что молодежный совет в этом поможет и внесет свою роль. Ну, учитывая, что у нас состав обновился, молодежный совет, Ревик, очень рад, что вы вошли в него. Такие энтузиасты своего дела, такие глубоко погруженные в проблематику люди, молодые люди, энтузиасты с горящими глазами нам очень-очень нужны. Вам тоже удачи в работе в молодежном совете. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а со своей стороны еще раз отмечу, что мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках Школы международной информационной безопасности, и наши двери всегда открыты для совместных мероприятий. Будем работать вместе. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова